добро пожаловать это у нас ведьма из блэр мы продолжаем играть и находимся на лесопилке сейчас будем разбираться что делать дальше а ибо механизм должен был изначально работать а заработает он кстати надо пса покормить и писали что собаку кормить на там уже не раз то делали любимец давай сначала его потискаем немножко что-то он как-то по-моему не очень готов до нашим телесным таким вот мероприятием ну ладно хорошо в рюкзаке был собачий корм берем галету и иди ко мне малыш там можно было нажать c типа перекусить я сначала подумал что это типа мы должны покушать на держи малыш вот хороший мальчик хороший мальчик так теперь мне нужно кассета мне нужно видеокассета смотреть пленки на едва посмотрим так улика это не то стопы подожди это не то а как выбрать вообще подожди там же как-то можно выбирать было до смотреть пленки а улика опасность вот погребение механи механизм мне нужен подожди да что ж ты такой-то в поехали сейчас он подойдет и не туда покажет как работает эта херота готова и по большому счету в принципе мы сделали то что надо так давай попробуем здесь нужно следить за давлением чтобы она была в зеленой зоне как там было сказано то камеру убери возьми фонарик вот крутим а видишь там какой-то экшен происходит справа уже давай 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 вот зеленой зоне находится и как бы все в порядке больше тут никаких кнопок я не наблюдаю так работает ладно давай поправим эту штуку попробуем снова на этот раз не срывая индикатор видимо я рано ушел поэтому индикатор мы совра сорвали а вот оно как давай подоходи ты что ж такое-то так это надо убрать давление сработало во теперь нормально теперь вроде бы как все хорошо так что там топится топится вроде нормально нам подкидывать ничего не нужно поэтому давай 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 держим в определенном виде чтобы оно было зеленой зоне тихонечко спокойненько он убирает еле-еле правда но держится до стада ходить наверно пока не надо 75 давай родная тихо тихо все нормально по-моему нормально и путь свободен прыгай дружок мы готовы ехать дальше надо найти этого ублюдка так все до резина моя готова этому убрали я думал она как-то резко произойдет но вроде нормально вроде бы как все хорошо так поехали собакин с нами все нормально можно выдвигаться далее давай залезай кимон бой так ручной тормозок все песик с нами все нормально а я там калию переставил еще в тот раз поэтому нормально опыт игры в метро как бы говорит сам за себя чё не нажимать смысле и в чем прикол чем не едет а ну да естественно естественно чё-то олежа не проснулся видимо на ночь глядя ладно поехали сэмуэлл или соумил по идее как быть соу читается как со сав читается как со так что все нормально я чет на секунду подумал что пса с нами нет и как-то насторожился даже а давай немножко прибавим скоростухи будем осторожно с тобой смотреть опять же можно взять камеру можно взять камерку и понаблюдать через нее если будет какая-то паранормальная хрень то есть в принципе мы должны все это увидеть их стрёмно как так-то в принципе нормально же говорю тут пугаться ничего эти вещи похоже что это было что это твою мать было сейчас вроде бы нормально так эта улика этом не надо берем обратно я не знаю как долго мы будем ехать но судя по карте которую мы смотрели путь до соумила не самый близкий и поэтому надо было изначально объехать а тех твари которые были у нас в листве потому что они представляли у нас опасность что вот такие вот дела вот такие ветки кстати довольно стрёмная херота вот кэмп один туда мы с кэмп а уехали и вот мы вернулись как бы в прошлую серию в начало вот эти штуки твою мать спокойно 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 пёс будет не парься будет все нормально все хорошо мы ничего не трогаем мы ничего не трогаем все нормально знаю мальчик мне не тоже не нравится скоро мы отсюда выберемся но я как бы хочу надеяться на это игра тут немножко не оптимизирована плохо подвисает как бы все и ладно будет все спокойно что-то было это выстрел блять твою мать вот дерьмо о нет 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 не останавливайся там впереди еще больше этих штук еще немножко давай надо сделать дело надо добраться главное чтобы псом было все нифига себе давай быстрее 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 это же как надо чтоб тебя накрыло твою мать чтобы такая херня была чтобы тебе меречь лись это как будто как крот какой-то ползет маленький кротик привет а света то они особо как бы не боятся я смотрю так не видно я думал может я через камеру что-то увижу но вроде бы все нормально как ты малыш поживаешь плохо дело плохо дело такая штука была у нас в лонгдарке я помню стоять мальчик не двигайся не двигайся как назло как назло всегда что-то такое происходит все нормально слава богу малыш ты в порядке я думаю что да я думаю что мальчик наш в полном порядке еще будет лучше чувствовать себя чем мы с вами так сохраняшка прошла и мы вроде куда-то приехали кажется мы приехали пора слазить отсюда приехали малыш давай хоть посмотрим пойдем на те ужасы которые были у нас там позади же говорю такая же локация была в лондарк только там уже изначально было обрушено все это были чуть как-то грустно прям в общем погнали дальше так что это у нас такое одно из первых смертей в которых обвинили ведьму из блэр была смерть десятилетний эллин трикл 1825 году это произошло во время пикника по случаю дня урожая эллин играла в ручье тэпи ист когда по свидетельствам очевидцев из воды показалась призрачная белая рука не утянула девочку вниз несмотря на то что вода в ручье едва доходила ребенку до колен тело эллин так и не нашли на следующий день ручей принес фигурки связанные из веток отсюда в принципе пошла вот эта вот тема касательно на веток которые мы находили но мне кто-то писал по моему даже в инсту даже туда бывает люди иногда пишут советы разные а что типа не нужно было срывать их потому что там были фотографии людей и якобы из-за меня теперь они погибли или погибнут что такое посмотрим игра как бы не претендует вот смотри вот опять же фотография эндрю живой этот эндрю мертв неизвестно пока не понятно здесь очень много таких вопросов на которые ответ пока у меня нет поэтому поэтому просто идем дальше дрезина все я так понимаю наверное да или нет а залезть уже нельзя ладно так пёсика надо бы наверное позвать а он же сам пришел он иногда очень пугает своими вот этими мансами так рядом мы ему кстати других команд вообще не давали поругать можно искать сик ищи может что-то найдешь не ничего ай совсем ничего нет ладно фотку мы нашли тогда в принципе более менее ясно будем двигаться вперед а там уже посмотрим ухты кто-то звонит нам да что случилось что происходит я это ерунда или не ерунда я понимаю что звучит странно но уж как есть джесс я на грани я вижу странные вещи и даже не знаю настоящее оно или нет я даже не знаю что хуже элис это не смешно я так больше не могу прости я не могу так больше джесс пожалуйста ты мне очень нужна тебе нужна помощь элис я пыталась тебя поддерживать я правда пыталась но ты все время меня отталкиваешь и проваливаешься все глубже джесс нет элис прости но я не позволю тебе утащить меня за собой черт извини я потом перезвоню и вот так вот и мы живем а значит я хотел вон туда пойти но теперь понимаю что я туда не хочу я лучше пойду прямо там вроде как бы можно было наверное да что-то сделать мне кажется что на мейлис даже не звали джесс даже не звонит в принципе что это все какая-то дичь соумил хотя соумил наверное соумил как-то читалось бы лучше хер узнать короче как там правильно читается я помню что фильм пела жизнь до начать как соу так что соумил о пёс показывает что там можно пройти там вижу дом ладно погнали погнали что ты нашел что-то нашел по-моему это такие себе игровые точки невозврата если тут падаешь что в принципе уже все жесть какая происходит и кто это сделал это же явно все неспроста в этом лесу происходят очень странные вещи это кстати думал что это вторая мировая война а потом как-то пересматривал на рендере ролик и понимая что там костюмы и вот эти вот снаряжение вояк современное ненавижу когда люди так делают борец за справедливость и чистоту и получается что бойцы это либо там опять же если сопоставить арабскую вязь то это либо ирак ну то есть война в ираке скорее всего оттуда наверно флешбеки ловится я как-то не сразу это понял вот это место которое мы искали ты думаешь ты думаешь это одно но походу что да плохой звук был очень плохой звук я думал это записка это всего лишь бревнышко да печально конечно вижу 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 сейчас малыш появится тут монстрила это обычно мы привыкли что появляется этот холоп а ничего тогда местечко то блин так тут все нормально сейчас мы сделаем маленький кружок я посмотрю может какие-то записки жетоны в туалете всегда что то есть у меня от них уже мороз похоже от этих фигурок при том это какая-то отличная других она обмотана какой-то жестью так толка насматривать наверно не будем какие-то фотографии какие-то рисунки тут вроде чисто хорошо погнали дальше прыгать главный герой как бы особо не умеет видишь таких играх наверное не надо особо прыгать так что там забраться я никак не смогу начнем наверное с этого дома его можно закрыть во что-то как-то стремненько что-то как-то прям реально малой заходи давай я могу закрыть зачем нам закрывать ту дверь непонятно так там наверх можно было бы забраться что это старое но не заброшенное рафаэль рафаэль то есть получается что мы вот эти вот тотемы разбиваем ломаем их потом находим эти фотографии можно не ломать тотемы но тогда собака не пройдет либо я чего-то не понял то есть собака не может пройти будет время гавкает он понимает что он какая-то паранормальная дичь а может это специально так сделан типа чтобы сбить тебя с толку так что здесь тут очень темно люди жаловали сказать что играть умный давай сделаем поярче и дисплей значит яркость чуть-чуть чуть-чуть вот так вот сделаем чуть-чуть буквально приме я применил надеюсь что да вот теперь все работает сорян за такой момент вот теперь стало чуть-чуть поярче я понимаю что смотрящим бывает неудобно поэтому если чё пишите без проблем сделаем ярче тем более ютубер как говорится качество то у нас портит так что у нас кассетка новая у вас была погоня мы тут были вот одна лесопилка один дом и там второй дом что он что-то выронил звук падающего чего-то было сейчас мы это смотрим так он выбил дверь зашел сюда слышно как шаги прошли только что и там закрылась и собака начинает гавкать так давай по порядку чтобы было блять так стоп вот здесь он уронил что-то то чем он пытался сопротив сопротивляться малыш ты чего а там заколочено сейчас там я мы сейчас туда пройдем а мы туда пойдем не ссы так газовый ключ нам не надо что еще тут было интересного тут вроде бы все так тихо мальчик мы здесь не одни явно но его это жестко коробит я знаю что заперт я понял но сначала я хотел бы просто смотреться комбинейшн вряд ли мы узнаем замок вот такой вот странный у меня есть код от бункера но до бункера мы наверное уже не вернемся поэтому такие дела так он выронил что-то я пытаюсь понять все оно тут или там странно значит нам это не надо было хорошо давай еще раз идет сюда выламывает вот теперь можно пройти заходим фонарик наш лучший друг в этом дерьме так что без него справиться было бы реально сложно что тут каши еда тарелки чистые все чистое как бы там кто-то есть я там труп там трупак там трупа чел реально так сейчас надо вверх добраться как-то это что у нас такое подожди он час я открою здесь не шевелится там по-моему что-то преграждает путь хорошо тогда смотри что мы сделаем а я стану здесь мы сейчас включим кассету и посмотрим что будет дальше он забегает сюда а вот вот момент открыты двери печатная машина но в любом случае труп-то наверху и до трупа же надо добраться что это такое у нас там какая-то барбара там что-то написано блаб блаб блуби блаби так что тут три три два четыре это комбинация в ямату и двери три два четыре не открывается а взять ее не могу я его видел не ведьму и не монстра человека мужчина нес содранную человеческую кожу он меня видел и теперь идет за мной карбер три три два четыре так подожди а если я еще мотну дальше если я еще дальше посмотрю может я смогу это открыть да дерьмово братан придется если бы не камера мы подсюда хер вышли фотографии каких-то какой-то ведьмы смотри вот это блаерская видимо старые вот эти вот какие-то штуки разные вон фотография тоже но самой ведьмы то мы еще не видели здесь как ни крути так ладно отматывай вот дверь открыта три три два четыре там было собака кстати перестала гавкать так раз это три 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 два четыре тихо так что это что ты будешь делать ох блин вот так вот мы попадем на второй этаж водичка тут же человек по идее что какого хера ни хера себе бля господи вы меня слышите он защищался множественные порезы длинное лезвие кровь все еще свежая как же его изуродовали у него значок есть военный и кто это у нас и мы снова ловим приход что как когда что происходит у него не было шансов пила вошла прямо в ключицу и затянуло его а лицо так это какая кассета вообще непонятно какая убийство брось нож или я буду стрелять о он дрался потом положил его на эту пилу циркулярную ни хера себе чувак обмотанный ветками как в броня из раста ни хрена себе так а как эта кассета красная была то есть я могу отмотать назад так так где то примерно давай просто посмотрим но он по прежнему здесь лежит его по прежнему пытается разрубить да толку от этого мало сейчас быстренько осмотрим может я что нибудь найду здесь еще не открывается это тоже не открывается ладно станем здесь отсюда в принципе ракурс не не очень ракурс вот так надо во и шанс ли на что не влияет тут видимо что то надо увидеть вот он его ножом ударил и положил камеру там потом он подошел к окну пошли посмотрим какого хуя там сидит чел этот там сидит этот чувак он только что погладил моего пса а разве пёс будет реагировать так на чужого человека если это не хозяин разве он будет такой податливый и буллет кто это какого хера твою мать так подожди стоп он его гладит спокойно собака не будет так даваться если это не хозяин как мне выйти отсюда тут должен быть какой то выход вот оно вот оно что бегом 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 твой мать кто это какого мать твою лешего тут творится ты убил ленинга ты ее видел когда ты смотрел им в глаза ты видел ее где питер что ты с ним сделал время еще не пришло он ждет хватит валить дурака или что ты меня убьешь убийство лучшее решение так но ты слишком слаб слишком напуган у тебя руки трясутся даже сейчас ни хера пошел экшен пошла жара а успокойся мальчик умрет он должен умереть такова его воля хоть кого то живого встретили за всю игру мы бегали только от призраков иногда пугались собаки вот так вот странно что пёс так отреагировал этого чела ну в общем посмотрим посмотрим как дальше будет развиваться событие у нас если нам еще кукушка кукушка наша позволит мы с ума просто не сбринзим нас уже куда то несут отлично просто замечательно и ведь в этот момент можно было понадеяться на буллета что он как бы видя что хозяину какая-то беда угрожает что у вас рядовой это был я сэр где элайджа 5 я был координатором сэр что вы хотите сказать солдат я завел людей в засаду сэр так вот булли должен был по идее как то наверное среагировать 9 раненых 6 убитых 6 горюющих вдов 9 осиротевших детей 1 бестолковый солдат вас надо было отдать под трибунал я не мог остаться я просто не мог ты не виноват элис просто очень просто и так слаб когда-то я и сам был таким видишь нож помню как я прижимал его к запястью вдавливал все глубже и глубже хотел за всем покончить поглушить голоса жалкий слабак надо было починиться с самого начала так я стал свободен ты скоро поймешь это ты скоро поймешь это фух и снова глаза элис по-моему а я все время путаю мне кажется элис как женское имя джесс вот уф пора вставать бро он ушел по-моему мы были здесь притащил меня сюда и просто ушел у меня нет ка камеры нет и у меня нет выйди на связь кратце и жить а вот ротце доброе утро за соня что тебе нужно обащи лагерь там для тебя кое-что осталось обащи лагерь давай посмотрим у меня плохое предчувствие что это такое пациент пришел на ежемесячное обследование в связи с неврозом тревожности похоже он себя контролирует про лес или своего друга снова ничего не говорит ухудшение диссоциативной амнезии честно говоря этот пациент начинает меня беспокоить все уже об этом забыли но тот факт что он не говорит о лесе кажется немного жутким он заинтересовался походами охотой ему предложили стажировку в другом штате но он не хочет уезжать из города что-то здесь его держит подожди стоп а повернуть нельзя да она совсем сгнила но как на это понадобились бы годы тот раз когда мы здесь были палатка была нормальная камера нет еще одна фотография опять патрик где бёс он здесь элис ищи его а вот и камера ах он сукин сын сломал ее что ли видоискатель не работает смотри слушай элис ничего личного я бы тебя сразу убил клянусь но она ты ей нужен о мальчике она ничего не говорила смотри вот мальчик вот нож а вот то что тебе надо сделать иди к дереву ты знаешь какому собери белых веток не сложно правда я сделаю тебе выгодное предложение делай как я скажу и проведу тебя в свое укромное местечко чтобы мы могли поболтать живую больной ублюдок стоп что это еще за хрень кстати смотри вот они показаны эти ветки и вот показаны что то камера по моему как то модернизировалась немного нет охренеть так ну там видно это белая краска может как то она собирается нет значит будем идти по следу выбора у нас не особо много смотреть пленки вот так вот то есть не собери этих палок а именно иди по ним получается да вот по этой в какой-то краске которая видна через камеру ну давай пройдем посмотрим так ну вроде бы есть следы тут если бы пёс пронюхал было а вот сюда надо то было бы значительно проще что-то пролагала значит а загрузилась иди к дереву вот она походу ладно я думаю что даже надо бы наверное бежать не то что иди а просто беги элис тихо куда же ты идешь прямо в пасть чудовищем о чем ты говоришь смотри в камеру сейчас увидишь видишь держи свою шавку рядом а то он их разбудит так я понял подожди стоять рядом будь рядом будет ну я иду как бы по камере поэтому вариантов то у меня немного по идее он убегать не должен и будить этих монстров тоже тут что то есть ну как бы да ладненько на камере видишь оно отображается вот куда бы я ни шел оно центрируется давай держаться вместе будет не хочу тебя потерять в этом тумане тихо 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 не гавкай не убегай от меня твою мать я так понимаю что надо идти тупо на это белое дерево элис элис я знаю что ты там я знаю что ты меня слышишь осторожно элис ваш жалкий фонарик здесь не поможет не волнуйся я не брошу тебя одного мне не нужна твоя помощь не говори так осмотрись я оставил тебе знак что поищи как следует иди туда куда он укажет понятненько знак то у нас есть можем даже осмотреться на всякий пожарный там тоже что то есть ох ты твою мать плохо дело блять а как мы мимо них пройдем у вот это серьезно тихо может я смогу обойти это какого хрена это этот знак он мне оставил да а он имел ввиду типа знак увиден давай попробуем если я реально пойду сюда Я, типа, обойду просто их. Слишком близко или слишком близко. Как он, блядь, палит это. А можно ж было мимо них пройти, типа, да? Тихо, тихо, тихо. Тихо, Собакин, тихо. Не надо шуметь. Блядь, скирот. Тихо, 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 не надо. Главное, не гавкать. Мы почти дошли. Шаг в сторону, и они заметят тебя. Дай сюда идем. Тихо, 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 тихо. В чем дело, старина? А, он увидел эту хероту. Надеюсь, это не повлечет. Только не говори, что тебя пугают такие мелочи. Я не говорю. Я просто иду. И стараюсь, чтобы собака тоже не лаяла по пустякам. Мы его как бы гладили, мы кормили его, поэтому не думаю, что он ведь себя плохо вести. Ух ты, ебать. Так, один там. Я просто мимо прохожу. Я даже рядом не околачиваюсь. Стой. Стой. Поверни налево, Элис. Поверни налево. Да, вот так вот. Теперь иди вперед. Шевельнись. А почему я должен слушать его? А если я сюда пойду? Иду, иду. Твою мать. Да иду я, иду. Чё ты это самое? Зачем ты нарываешься на неприятности? Забыл, что на кону? Да иду я. Иду, иду, иду я, иду. Я видел, там что-то мелькало. Сюда, что ли? Что, блядь, за место такое? Я так понимаю, что, видимо, он говорил про это место. О, вот дерево. Как он камеру так сделал, непонятно. Что это было слева? Что это такое? Какая-то постройка посреди леса. Серьезно? Что ты там рычишь? А, вижу. Теперь вижу. Ладно, давай сюда. Блин, тут стрёмно, конечно. Мы практически дошли до белого дерева. Фух, крепота какая. Внезапная у нас крепота. А вот и белое дерево, видимо. Бегать пока, наверное, нет смысла. Почти готово, Элис. Нужно ещё пару прутьев. Тихо. Тихо. Иди сюда. Я на всякий пожарный лучше осмотрюсь. Охренеть. А где я тебе прутья-то буду искать, ублюдок? Может туда пойти? Там просто что-то есть. Я вижу какой-то свет оттуда. Нет, а мы не заберёмся. Ладно, тогда давай осмотрим дерево. Блядь, всё какое-то полумыльное. Плохо видно всё это дерьмо. Так. А, вот оно, господи. Я же говорю, там не сразу заметно. Поверить не могу, что я это делаю. Чем-то напоминает кондемнед. Вот чё-то как-то вот есть такие же общие моменты. По мистике и прочему, что за чёрт? Эй, ты больной ублюдок, что это за херня? Она кровоточит. Кровоточит. Не глупи, деревья не кровоточат. Теперь оглянись вокруг, видишь? Что я должен видеть? Ты тропинку видишь? Кажется, да. Иди по ней. Тропинку вижу. То есть его не было-не было, вдруг она появилась? Внезапно. А, вижу. Ну, вроде бы, как бы так. Это единственный вариант, как мы можем вообще что-то здесь видеть. Так, спокойно. Главное не паниковать. Всё нормально. Твою мать. Вот это было стрёмно. Вот это я очканул. Пуля прошла мимо. В чём дело, Элис? Снова игры твоего сознания. О-о. Прекрати валять дурака. Иди по дырпе. Да я как бы... Вон он. Но она идёт мимо него, поэтому мне надо как-то обойти её вот тут. Тихо. Какое, блядь, последнее желание. Твою мать. Твою мать. Бегом, бегом, бегом. Ну да, доигрались. Странно, после того, как я типа умер, мне почему-то показывают другую сторону вообще. Не знаю, правильно это или нет. Тихо, тихо. Не шумим. Лишний раз шум поднимать. Шаг в сторону, и они тебя заметят. Ух ты ж, нихера себе. Тихонечко, всё нормально. То есть я шёл в одну сторону, потом почему-то я там не мог пройти, меня вдруг словили. Какая дичь. Так, подожди, наверное, сюда куда-то. Автомобиль, который мы уже видели. Тут, видишь, шаг влево, шаг вправо, и тупо расстрел, всё. Бежать, наверное... О, вот ножак. А, это ветка. Я думал, это нож вставлен. Так, мы куда-то пришли. Две слепые мышки. Две слепые мышки бегут в припрыжку. Бегут в припрыжку. Разваяться решили, развеяться решили. Из дома поспешили, из дома поспешили. Так, надеюсь, это он не мальчику читает. Блядь. Твою мать. Твою мать, что это было? По-моему, что-то где-то упало. Мышки без хвостиков. Нет, не красота. Там тоже, смотри, есть эти штуки. Знаки. Так, ладно, идём. Выхода-то у нас нет, как бы. Туда, наверное. И чё? Следы обрываются. И что я должен искать? Тут же нихера не видно. Ладно. Предположим, просто про... Что было? Я не знаю, куда идти. Тут всё. Тут ограда. Типа, как бы намёк на то, что там не пройти. Хотя... О, сейф прошёл. Значит, наверное, мы на правильном пути. А где пёс? Сюда, иди. Давай его немножко задобрим, потому что что-то я поднапрягся. Поднапрягся, блин. Какой ты красавец. Ты молодец. Фух, блин. А, это было жёстко. Это хорошо, что мы... Как бы ещё яркость немножко сделали. Потому что в полной тьме ходить тут было бы совсем жёстко. Мы этого оленя уже видели. Этого оленя мы уже встречали. Я нашёл оленя мёртвого. Да что ты говоришь? Это я его убил. Сними с него шкуру. Что? Шкуру. Сними её. Давай. Или хочешь, чтобы я начал снимать её с мальчика? Ну, допустим. Вот так. Хорошо. Почти готово. Что теперь делать? Знак. Ты должен сделать знак. У тебя есть ветки и шкура. Осталось их использовать. Поторопись. Фу, ладно. Будет, по-твоему, грёбаный ты психопат. О, вот мы это сделали. Это то, что собака наша боялась. Доволен? Нет, не совсем. Ещё кое-что. Это просто ты так уже делал. Но сначала дай шавке понюхать знак. Она отведёт тебя в нужное место. Как? На нём только мой запах. Делай. Показать буллету эту шнягу. Давай. К ноге, мальчик. Буллет, малыш, понюхай это. Странно, а ты не боишься? Думаешь, связал пару веток и всё? Знак ещё не готов. Ладно. А пёс теперь, смотри, светится в темноте. Раньше такого не было. Ни хрена. Так, буллет побежал. Там какая-то машина, по-моему, разбитая. Охренеть. Да? А, это дрезина, по-моему, или машина, или дрезинка. Что-то там явно было. Что такое? Что случилось? То он налево побежал, то направо. О, ни хрена. Тебе неинтересно, что там ты знаешь, что нужно делать. Давай попробуем. Давай, мальчик, проверь, что там. Что там, мой твое? Я надеюсь, он вернётся. Малыш, ты вернёшься? Блять. Херово дело. Херово дело. Куда, куда, куда побежал, алё? Что, плит происходит? Он не шевелится. Надо что-то делать. Что, сделка? А, смотри, плёнки. Так, подожди. Я могу покормить его. Всё в порядке, дружище, всё хорошо. Прости, что я заставляю тебя делать это дерьмо. Может, его покормить? Он же кормил его в этой серии. О, вот он и пошёл дальше. Так, подожди, а что там было? Он оттуда что-то должен был вынуть, как бы, нет? Принести мне? Иду, 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 иду. Иду, мальчик. Наверное, здесь, как бы, ключевой момент того, какие отношения с собакой. То есть, гладили, кормили. И, там, пойдёт она за тобой дальше, не пойдёт. Скажи, Кейлис, каково это зависит от человека, убившего твоего друга? Кого ты больше презираешь, меня или себя за своё бессилие? Говори, говори. Ты заплатишь за всё, что сделал. Раньше я себя ненавидел. Я презирал себя за слабость. Пытался бороться. Всё, брыкался, царапался, кусался, но безрезультатно. Не двигайся. Что, опять? Просто стой на месте. Пригнись. Встань. Чё это было, блядь? Я как это, знаешь, как кукла какая-то. Видишь, Элис, когда ты делаешь, что тебе говорят, всё просто и безболезненно. С некоторыми вещами бороться бесполезно. Мы как птицы, запутавшиеся в колючей проволоке. Чем больше дёргаемся, тем глубже заходят шипы. Единственный способ прекратить страдания — это сдаться. Значит, ты сдался. Я стал не тем, кем был раньше. Понятно. Буду иметь в виду. Бегон, 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 малыш. Неужели одна маленькая галета собачья такую энергию даёт ему? Мне кажется, этот лес, блядь, бесконечен. Он тупо в вечность уже идёт. Бегу, бегу. У меня выбора нет. Что мы можем... Ого! Ух ты! Чё там? Мне это не нравится, дружище. Совсем не нравится. Кому же оно понравится? Что это, очередной труп? Хочешь узнать? Что? Я не понимаю. Осталось немного. Ты почти свободен. Сделай последний шаг, и всё закончится. Ты хочешь, чтобы я себя убил? Ты серьёзно? И подарить тебе то, к чему ты стремился все эти годы? Нет. Убей собаку, похорони её. Что, нет? Иди нахер, нет! Это будет быстро. Представь, я ведь мог оставить тебе нож. Нет, я не стал убивать Булли-то. Вот как? Вот что значит, где твой предел, да, чёртова шавка? Мой предел должен был быть намного раньше. Из меня хватит. Ты сам напросился и подставил ребёнка. Хватит прятаться за ребёнком, трус! Проклятие! Проклятие! Что за? Это невозможно, нет. Это невозможно. Булли-то нет! Что, блядь, происходит? Твою мать. Ладно, побежали. По-моему, он куда-то сюда прыгает. Булли-то, Булли-то, где-то. Булли-то! Прыгай, давай же, хули ты стал-то, придурочный. Давай. Держись, малыш, я бегу. О, боже, нет, пожалуйста. Не шевелись, дружище, не шевелись. Всё будет хорошо. Сейчас, я тут. А ты у нас тяжёлый. Куда его нести-то? Как мы будем ему первую помощь оказывать? Кто-то слишком часто доедал со стола. Мы будем больше гулять, малыш. По всему району. Я не шучу. Я не шучу. Хороший мальчик, всё в порядке. Всё будет хорошо. Куда мы его несём, братан? Если он упал и ушибся. Или сломал ногу, например, лапу. Что, какую-то перевязку ему сделаем? Бинтов у меня вроде бы нет. Плохого для собаки я ничего не делал, в принципе, поэтому... Я понимаю, малыш, осталось немножко. Нихрена себе лесочек. У меня и была ещё одна галета. Может, она могла бы придать ему сил немного. Там что-то на камне блестело, или мне показалось? А, это отражается луна. Я немного не понимаю, куда мы идём и какая вообще цель в этом. Помимо ребёнка. Вот как мы будем собаку спасать? Всё будет в порядке, дружище. Тут что-то написано, по-моему, да? Ну, похо... Похоже на то, что здесь пытались что-то написать. Нихрена. Давай, братан, давай. Я могу сказать тебе, только держись. В надежде, что дальше игра тебе как-то поможет. Буллит. Я не представляю, каким макаром это будет происходить. Это место. Мы уже были здесь. Были? Разве? По-моему, у нас немножко начинает рябить в глазах. Странно. Опа. Докс. Там написано Докс, смотри. Лай. Остаётся пока только идти прямо. Потому что я тут никаких взаимодействий вообще не видел. Видимо, игра думает, наверное, когда мы остановимся. Или когда мы бросим собаку. Ну, что-то похожее у нас было в П.Т. Спокойно, малыш. Спокойно. Я здесь с тобой. It's dying, dogs. Докс. Лай. Хрена. Видишь, с каждым... Оставь пса. Разве это переводится так? По-моему, по-другому. Немного, нет? Ну, допустим. То есть, вот этот день сурканом запускают по кругу, по кругу, одно и то же, чтоб я уже и так, блядь, полный шизофреник, сошёл с ума и остался вместе с собакой здесь, наверное. Или просто пса отпустил. Но кнопки отпустить собаки нет. Тише, всё в порядке, малыш. Никто никого не бросит. Мы вместе пришли сюда. Вместе отсюда уйдём. Вот это правильная мысль. Мы же видим, что главный герой должен за собаку держаться, потому что у него нестабильное нервное состояние. То есть, у него неврозы, у него проблемы, фанические атаки и так далее. Собака единственный друг, который может его из этого дерьма вынуть, как бы. Поэтому собака сейчас держится за нас, а мы деремся за собаку. Взаимовыручка. Ну и тем более, мы же знаем, что собаки самые преданные. В отличие от кошек. Так что никто отпускать, никого здесь не будет. И сколько надо будет идти прямо. Но, зная похожие игры, надо что-то где-то сделать. Что-то где-то нажать, что-то где-то поднять. Наверное. Но так как всё перед глазами начинает уже блекнуть, как бы. И всё начинает мутнеть. Это видно. Это видно, как бы. Пока просто идём. Я даже машинально нажимаю shift, в надежде, что я ускорюсь. Но вряд ли получится мне это сделать. Ох, как рябит, ах, твою ж ты мать. Нет, болит. Туга лету я бы тебе, конечно, дал, но, к сожалению, братан, пока этого сделать нельзя. Немножко затянута на самом деле это. Может, я реально что-то упускаю, понимаешь? Но всё рябит, всё мерцает. Смотри, уже такое, видишь, пошла жара, блядь. Пошло говно по трубам. Там неправильный перевод. Там по-другому. Там не написано «оставь собаку». Типа как бы «не слушай пса». Типа собаки врут. Помнишь, как был мультик «Все псы попадают в рай». Кто попадает в рай, тот априори врать не может. Поэтому собаки не врут. Они искренне настоящие. А мы просто идём дальше. Просто вот такой вот монотонный двиг вперёд. Всё. Там ещё внизу что-то написано, как будто когда-то какая-то, что ли. Охренеть. Да, колбас, конечно, жёсткий. Я назад даже... Я назад даже не буду поворачивать. Просто пока идём. Если что, потом вырежем кусок этот. Может, я реально что-то упускаю где-то. Оп-оп-оп, по-моему, ускорились немножко. Или меня уже просто коробит от этого. Игра пытается сломать нас. Но выбора как такового оставить собаку здесь нет. Никакой кнопки, ещё чего-либо такого. Либо я её должен положить вот туда где-то. Оп-оп-чки. Так, всё, вперёд уже. Не пускают, пошла заставка. You hardless. Это была, знаешь, где? Вот такая вот тема, как сейчас была в... Господи, как же она называлась? Я забыл. Там девчонка искала своего мужа в мире мёртвых. Там тоже эти голоса женские всё время нашёптывали. И там как бы игра играла на этих эмоциях. Нет, чёрт тебя не ри! Твою мать! Так. Я забыл, блин. Я помню, как она... Чё-то на языке его как-то вертится, но я не помню название. А она меня пропустила. Ты меня не сломаешь, слышишь? Я тебе не сдамся! Вот так вот. А где Собакин? Собакина забрали. Что? Вы слышали, что он сделал? Интересно, когда он сорвётся и убьёт свою жену. А куда мне налево-направо? Из камеры. Нет, так это не работает. Красное дерево. А я не знаю, куда мне идти. Давай налево пойдём. Мне кажется, что в любом случае где-нибудь... Ему нельзя доверять. Тут чисто. В смысле? Ой, бля... Я помню те, что... А, нет, нормально. Это я уже запутался. Подожди-ка. А, вот это дерево. Что-то, по-моему, дичь какая-то. А я могу позвать? Не подходите близко. Никто не знает, чего от него ждать. Но то, что кукушка поехала, мы это уже поняли. Наверное, я камерку зря достал, да? Я пытаюсь что-то найти. Сейчас найдём, и там уже, в принципе, можно заканчивать. Я даже не знаю, сколько мы от дрезины и до сюда играли. Но, видимо, очень долго. Так, тут ничего. Вот это странное дерево. Так, мы шли... А налево уже нет прохода. Налево-то уже нет, некуда идти. Давай сюда. Что, блядь, происходит? Шериф звонит, он же умер. Шериф. Твою мать, Эллис. Я получше пытаюсь с тобой связаться. В общем, я хотел сказать, что мы прекращаем поиски. Ничего личного, но ты бросил его умирать. Будь справедливой, если ты тоже умрёшь в одиночестве. Прощай, Эллис. Чё, блядь? Ох ты ж нихрена. Не, братан, с такими симптомами и с таким вот поведением надо только в психушке лежать. Всё. Успокойся, успокойся, успокойся. Сейчас до ближайшей сохраночки успокоимся. И всё будет нормально. Какого хера? Ты всех подводишь. Воу. Твою мать, это мы где вообще? А если я одну оставлю? Давай одну ради интереса оставим, просто посмотрим, что будет. Тут ещё одна есть. Там ещё одна висит. Три подряд. Я помню, что наша собака боялась этого. Что творится в этой игре? Посмотреть вверх. У вас одно голосовое сообщение. Какого? Это что было вообще? Не надо, не надо. Прекрати, не нужно. Мой Элис. Навеки мой. Что это, блядь? Разорви их на кусочки. Работай, скотина. Работай. Нужно успокоиться. Нужно успокоиться. Да. Вот так. Что за дичь происходит в этой игре? Я всегда могла на тебя рассчитывать. Э? В смысле? Где я, бля? А, это тоже... Что случилось с его собакой? Вы думаете, он с ней что-то сделал? Сюда. Куда сюда, бля? Не заставляй меня ждать. Чего? Буллет? Это типа мы со стороны, по-моему. Кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик, молодец. Буллет, боже. Это уже слишком. Но мы не убили собаку. А, подожди, то есть он тут лежит? Могу пойти его поискать, да? Но это же не та кассета, что я наделал. А что ты наделал-то? Ну, то, что у тебя не все в порядке с башкой, мы поняли, как бы. Так, собакен должен быть где-то здесь, по-моему. Ну, если это красная кассета была. Тут все мыльное, хер поймешь. Хотя давай еще раз посмотрим. Разве он не должен быть здесь? По логике вещей нет. А он там... Вот мы тут гуляли. Погладили, он убежал. И тут оно обрывается. Давай поищем. Тут собакена нет. Остается только пройти прямо, потому что дальше вообще дороги никакой нет. Кто там... Джесс звонит, по-моему. Джесс? Алло. Джесс? Блять. Да, бро, это, конечно, серьезное дерьмецо. Что я наделал? Слабак. Что происходит? Не бросай меня. Просто убей меня. Тряпка. До сих пор борешься, да? Что ты сделал с ребенком? Ребенок. Ты о нем беспокоишься. Жалкий идиот. Я мог бы перерезать тебе глотку и надеть в твою кожу. Че ты тянешь? Ты должен это заслужить. Видишь, что ты наделал? Сколько ни барахты, все будет только хуже. Нет. Это сделал ты. Я просто дал тебе выбор. Ты выбрал пса. Теперь он мертв. Я всех подвел. Я всех подвел. Теперь у тебя ничего не осталось. Теперь ты готов. Идем. Время пришло. Джесс, прости меня за все. Если бы я мог. Если бы ты... Если бы я не вышла за тебя. Если бы я послушала. Джесс, пожалуйста, я знаю. Я облажался. Ты их убил всех. Что? Ты убийца и трус. Нет. Я ухожу, Элис. Ты знаешь, что делать. Будь мужчиной хоть раз. Очень классно психодел этот сделан. Мне лично доставляет. Чувствуется. Вот классное кино бы получилось, наверное. Там лицо Джесс было закрыто. Ну, только что. А сейчас при воспоминании мы увидели ее глаза. Странно. Очень странно. Нет, нет. Не может быть. За что? Я сделал все, как ты хотел. И что теперь? Хотел латочки. Как я мог. Какого, блядь, хера вообще? Короче. Давайте здесь делаем перерыв. Смотря вот на эти замечательные весюльки. И продолжим уже в следующей серии. Это была... Это была у нас... Ведьма из Блэр. Увидимся, услышимся. Пока-пока.